Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи – День Российской Почты. Праздник был установлен в 1994 году, но в привычном нам виде служба появилась задолго до этой даты. Первые почтовые отделения появились в Российской империи в Петровские времена, а именно в 1716 году. Услуги сначала ограничивались доставкой корреспонденции, а с середины 18 века почта стала принимать и посылки. За более чем три столетия суть ее работы не изменилась. В 21 веке с его гаджетами и соцсетями кое-что остается по-прежнему. Посылки – большие и маленькие, хрупкие и не очень – все они, как и много лет назад, оказываются здесь, в отделении почты. Но какой бы ни был год на дворе, почтовая служба не сможет работать без ее сотрудников. Они принимают непосредственное участие в слаженной работе всего отделения, начиная с приемки ежедневных поступлений. Это письма. Заказные и простые. Их надо будет тоже фасовать, рассортировать по участкам. Десногорск поделен на пять участков, в каждом из которых работает по одному почтальону. Принесут ли они письмо вовремя, зависит в том числе и от Анны. Придя семь лет назад на работу в почтовое отделение Десногорска, она научилась ловко управляться с тележкой и с дальнейшей сортировкой прибывшего груза. Люди не должны потерять что-то или не вовремя получить. Мы должны это, скорость, все время быстро все это делать. Быстрее все раскладывать, быстрее раздавать, быстрее, чтобы это все выносилось. Чтобы люди приходили, забирали. Времени и правда немного. В клиентском зале, несмотря на ранний час, уже много людей. Все потому, что почта по-прежнему остается в некоторых случаях основным способом коммуникации между жителями не только страны, но и мира. Нужно кое-что отправить, внуков поздравить. Они наших ждут подарочков. Мы не живем все в одной местности. Приходится общаться, а послать что-то только через почту. Без почты все равно не обойтись, потому что я отправляю документы. По-другому их никак не переправить. И замечательно, что в любых условиях почта всегда работает и всегда есть к ней доступ. Почтовое отделение работает более 40 лет. Открыв свои двери еще до получения Десногорском статуса города. Сегодня же штат из 13 сотрудников обеспечивает более 200 ежедневных отправок горожанам. При этом, если раньше было больше корреспонденции, то сегодня преобладают посылки из-за границы. Но независимо от объема и веса поставок, каждая из них должна прийти в полной сохранности и в назначенный срок. В городе Десногорске почта России очень пользуется большим спросом. Мы учитываем каждое мнение каждого клиента. Какие-то проблемы, какие-то замечания мы всегда устраняем. Также мы это все продумываем с руководителями почты России, чтобы клиентам стало удобнее пользоваться почтой России. В России услуги почты охватывают 99% площади страны, обеспечивая связь между жителями ее самых отдаленных районов. И нет сомнения, что как бы стремительно не развивались технологии, почта и дальше останется традиционным и основным способом связи. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ